Согласно закону, принятие присяги теперь является обязательной процедурой при получении паспорта Российской Федерации. Сотрудники центра постарались сделать эту процедуру запоминающейся на всю жизнь. Евгения Чекулаева исполнила песню «Россия», слова которой перекликались с текстом присяги. Докладательство Российской Федерации, право и свободе ее граждан, исполняет обязанность гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным, уважать ее культуру, истории и традиции. Паспорта граждан России вручал Виталий Улийский, исполняющий обязанность начальника ОМВД города Нехтьюганского. Свежеиспеченных соотечественников ожидал еще одна приятная процедура. Поскольку большинстве своем они являлись выходцами из южных стран, Общественный совет при ОМВД позаботился о том, чтобы наши новые сограждане не мерзли. Видите, у нас там есть атрибут такой, когда мы начинали когда-то в 80-х, 70-х годах, здесь это был непосредственный атрибут жизни любого северянина. Добрым словом на посту новых россиян Николай Циборко. Ваши родственники, я думаю, они тоже гордятся, что вы приняли присягу именно гражданина Российской Федерации и стали гражданами такой великой страны. И совместно, живя в мире любви, согласии, чем сильнее будет Россия, тем лучше будет мир на земле. С начала года и по настоящее время, по словам Светланы Сулеймановой, население нашего города пополнили 350 новых россиян. В основном к нам едут граждане, конечно же, Таджикистана, Украины, опять же, Армении и Азербайджана. Массовостью являются граждане Таджикистана, потому что все-таки у них, у нас с Таджикистаном двойное гражданство, для них это возможность такая. Нефтьюганск в свое время строился и развивался усилиями граждан многонационального государства под названием Советский Союз. Наша общая история продолжается, но теперь под крылом России. Ильдар Габидуллин, Валентин Саблин, телеради-компания «Юганск».